Судя по постам в социальных сетях, нынешний владелец торгового комплекса передает его в долгосрочную аренду группе компаний. Арендаторам предлагают подписать новый договор субаренды на принципиально других условиях, многие из которых бизнесменов не устраивают. Была назначена общая встреча. Собрание между арендаторами и собственником торгового центра проходило сегодня за закрытыми дверями. Нас сегодня туда не пустили и собрание длилось ни много ни мало, два с половиной часа. Как нам пояснили позже, встреча была не публичная и журналистов там не ждали. Большая часть арендаторов уже после ее завершения общаться с нами не пожелала. Кто-то говорил, что все равно собираются уходить из республики, другие явно намерены были остаться. И оглашать тему встречи не особенно желали. Общаться согласился лишь один арендатор. Если многие арендаторы привыкли к тому, что существует фиксированная арендная ставка за квадратный метр определенный, то в данном случае управляющая компания центральной части России и другого уровня управления и понятия финансовых показателей и затраты, они пришли с условиями процента от товара оборота. И, конечно же, многих арендаторов это не устроило. Как нам рассказала Мария, после личного общения стало понятно, что новый арендодатель готов к диалогу. И все условия договора обсуждаемы. Это же подтвердил в личной беседе с нашей съемочной группой сам директор группы компании «Ермак». Без камеры он сообщил, что в их интересах наладить контакт с каждым арендатором. А их здесь 101. И такая встреча, как сегодняшняя, явно не последняя. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.